Всем привет, ребят! Вот и долгожданная новая часть по метро Рояль. Сегодня тестим новую пушку Хони Бадгер, стальной фронт, золотую. Так что всем приятного просмотра, приятного аппетита всем, кто кушает. А мы начинаем! Как-то слишком тихо, где-то должны-то быть. Соперники. Интересно, куда они все попрятались? Готов! Так, ну все. Уже один имеется. Сейчас с него заберем жетон и можно будет дальше бежать на рожок. Так, у нас еще парнишка на бараках, но я думаю, мы туда бежать не станем. Подлутались и в путь. Хорошо, что мы хотя бы возле рожка появились. Можно будет на босса сходить, а там уже видно будет. Причем, походу, есть шанс того, что я там буду первым на боссе. Потому что пока я этот ящик вскрываю, я вот вообще ни разу не слышал, чтобы с той стороны кто-то по кому-то работал. Хотя расстояние уже не такое большое. Если бы там закрывали босса, я бы сто процентов это услышал. Так, труп бота есть. Значит, здесь кто-то сидит. Нужно аккуратно сейчас все посмотреть. Вроде бы третья карта, это не пятая. И тем не менее, здесь сидят, крысят всю игру парнишки. Как-то странно, в принципе. Казалось бы, обыскали все, но паренек где-то досидит. Интересно, где и почему так долго. Не пробует даже пострелять по нам. О, а вот и он. Капец. Еще и второй к нам идет. Ну теперь мы просто обязаны забрать их двоих. Точно, только что вспомнил. У меня ведь есть молик. Молик бы закинуть, было бы отлично. О, закинул. Сжег. О, еще один парнишка. Готов. Интересно, что с него выпало? Чисто жетон. Может, с другого что-то и поинтереснее упало. Ммм, еще один фиолетовый. О, отлично. Просто рассыпало паренька. Нормально мы с него лута подняли. Думаю, можно обычные патроны уже скинуть тогда. Ну и прицелы поменять. Мне кажется, что на хоне Бадгере будет куда лучше стоять ночник, чем шестерка. Так, ну все. Время забирать босса. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Офигеть, он, конечно, нас раздамажил. Почти забрал нас. Но мы куда лучше за него играли. Поэтому как бы типок прогорел. Стеклассную с него пушку мы сняли с голого типа. Если хотите, в следующем выпуске могу записать разбор на эту пушку. Ну все, а мы приступаем забирать босса. Думаю, сейчас быстро его заберем. Тем временем у нас нарисовался еще один паренек. Захотел, видимо, в лобби отлететь. Ну, сейчас мы его заберем. Так, куда он у нас спрятался здесь? О, а вот и он. Готов. Так, ну, здесь неудивительно, что с него ничего не выпало. Пленек у нас был голым. Чисто с пушкой одной. И вот так вот. С него ничего не выпало. Ну, босс у нас вроде бы сиреневый. Посмотрим, что там выпало. Да, сиреневый. Думаю, лучшее решение сейчас будет выйти на выход со всем этим лутом. И зайти в еще одну игру. И посмотреть, как там себе проявит Ханебадгер. Ну, пока что мне кажется, что это очень топовая пушка. Выносит буквально каждого, кто выходит на нее. Ну, все. Забираем разрывные на выход. Так, ну, вот мы и подходим уже к выходу. Сейчас будем перезапускаться в следующую игру. За 10 минут вот мы выходим. Забрали мы 5 противников и выносим мы 600 тысяч. Неплохо. Так, ну, вот мы уже и перезапустились. Закинуло нас на просто шикарнейший респ. С него мы сейчас сможем нормально потестить Ханебадгер. Много противников сейчас будет. И я думаю, вполне вероятно, что мы сможем всех забрать с этой мега крутой пушкой. Так, ну, все. Бустаемся и погнали. Сейчас у нас будет противник, скорее всего, справа и слева. Нам будет аккуратно следить, чтобы спину не забрали. Уже по кому-то бот работает. Быстрее нужно на гору подняться. Пока что никого не видно. Так. О, Сталик. Забрал. Сейчас, скорее всего, нам в спину будут заходить. О, есть уже один. Готов. Так, ну, все. Двое уже имеются. Еще остается одного-двух парнишек забрать. И где же они? Где-то сейчас, с минуты на минуту, должны появиться. Ну, и где же они? Интересно, ведь должны уже были появиться давным-давно. Ну, может, постараться у нас закрыть кто-то в спину. О, увидел. Все. Разобрал. Типочка. Уже на счету у нас трое. Жетон. Пойдет. В принципе. Так, ну, и остается, по идее, последний парнишка у нас. Интересно, где он? Сейчас аккуратно нужно отлутать. И зайти назад на гору. Вернуться. О, а вот и последний парнишка. Ну, все. Остается только его забрать и двигаться к рожку. Ого. Прикольно. Если мне не показалось, он по нам с АМР работает. Его бы только увидеть, и можно было бы сразу же забрать. О, кто это у нас? Готов. Так, ну, все. Теперь можно смело двигаться к рожку. Капец. Капец. Очередной парнишка, с которого нам ничего не сыпет. Удивительно. Напишите в комментариях, если вам тоже плохо сыпет с парней. Капец. Капец. капец еще один пустой интересно нам хотя бы с кого-то что-то выпадет так ну вот мы уже возле рожка подходим о увидел забрал парнишку и теперь уже у нас 5 киллов неплохо для начала игры тем не менее прошло только уже пять минут и мы уже забрали 5 ребят так ну все можно двигаться ближе к рожку подниматься на рожок к боссу а дальше уже посмотрим нужно его аккуратно сейчас лутануть у нас не забрали в крысу капец пятый подряд парнишка из него ничего и нам не сыпят да что ж это не завезение такое напишите в комментариях если у вас бывают похожие ситуации бросаем дым чтобы зайти аккуратно на рожок услышал над собой парнишку сейчас быстренько ему молики закинем чтобы он не смог засеять сверху под нами ну все молики горят можно начинать пушить готов так и очередной уже шестой подряд паренек которого нам ничего не выпало капец он даже босса успел забрать так ну все теперь я думаю можно будет идти в радиацию только так поднимать лут потому что с типом нам вообще ничего не падает страна так ну я думаю болик возьмем так и вот мы уже возле магаза чекнем трупы здесь ничего интересного сейчас может хотя бы что-то в магазине возьмем купим капец и здесь все распродано так ну все можно спускаться вниз вот мы и внизу уже здесь никого не видно вагонетка уехала значит парнишка уже там возможно их даже несколько аккуратно будем смотреть в тепловизор так ну пока что вроде чисто аккуратненько нужно будет подходить все смотреть чекать густаемся и можно уже выходить наверх постараемся забрать всех кто здесь есть я сейчас не про псин говорил ну смысле про псину не править ну конечно же уже 10 минут прошло все сундуки утон и наверняка пока что никого не видно скорее всего кто-то уже сидит у нас на главке центре да здесь ходит хранитель и псины бегают по-любому он здесь вот и сундук не залога на един много он наспаунил здесь псин вроде никого не видно наверх сейчас залезем чекаем никого нету так блин страна где тогда паренек наш да он спрятался на горе тоже вроде нету никого и там вроде чисто ну значит он скорее всего здесь возле нас где-то сидит и крысит сейчас аккуратно все проверим и я думаю можно будет забирать всем забирать хранителей если паренька не будет ну довольно странно что это его так это психика думаю сразу заберем забрали так ну и все я думаю можно забирать хранителя и псин остальных ну все забрали мы собаки хранителя думаю сейчас вот о нем сундучки тогда возможно на выход пойдем так карта ничего интересного так револьвер такое себе может здесь ли так выпадет нормально будет тогда не портануло так здесь просто никто не сидит значит можно вниз спускаться тем не менее у нас уже жетонов полно так вот думаю уже можно спускаться вниз и думаю утонуть сундук может здесь слиток выпадет последнее время не очень сыпет с радиацией не знаю возможно из-за того что пятую карту выпустили о ну хоть сейчас нам слиток выпал с вами так все все идем в комнату дальнюю готов капец и тут у нас сидел парень и мы его забрали без проблем даже начищенными патронами с кони багера так-то мне кажется это пока что лучшая пушка которая может быть на абсолютно превосходит все остальные пушки по всех показателях думаю в скором времени разработчики по любому будут ее фиксить сейчас выбросим лишнее смотрим что выпало с паренька хорошенько его рассыпало интересно как нам все это вынести теперь придется все поскидывать стараться забрать все что здесь есть но я думаю можно выбросить почти все что у нас имеется и максимально забрать что сможем густануться напоследок так ну вот мы в принципе все и забрали густануться напоследок на сайте и и и и и и и ну все я думаю можно двигаться дальше стараться долутать все другие сундуки думаю заберем второго хранителя чтоб он нам не мешал забрал ну все теперь можно долутовать о а вот еще один слиточек и у нас уже стоимость выкладки выше 2 миллионов остается долутать оружейку и еще левую сторону и можно бежать на выход ну все залутать ящик он закрытый отлично может выпадет какая-то интересная пушка в принципе тоже пойдет вместо подствольника плюс нам будет по выкладке 75 тысяч ого прикольно эту сторону тоже никто не лутал это означает что мы сейчас еще поднимем свою стоимость выкладки блин надеюсь хотя бы один еще слиток выпадет и уже будет круто о а вот и слиток капец этот паренек здесь псин заспаунил еще один слиток и до того же и чертеж это просто отлично так опреснитель можно выбросить блин если еще один слиток упадет это прям максимально хорошо будет ну что остается последний кейс для открытия шансы на слиток все еще имеются а и к тому же нужно вещи забрать которые мы раньше подбрасывали о а вот и они забираем еще одну симку открываем последний сундук надеюсь хоть здесь еще один слиток выпадет о 5 слитков это прям очень хорошо ну все забираем технические компоненты и детекторы и можно бежать прямиком на выход патрон немножко скинем еще броник поменяем если попадется еще какой-то противник мы смогли с ним постреляться также в следующем видео я сделаю розыгрыш на шестую броню шестую сумку и шестой шлем и золотая honey bugger стальной фронт с этого видео у нас 12 жетонов это означает что мы забрали весь сервер могу сказать что honey bugger это крутейшая пушка всем советую так у нас тем временем все чисто противников больше нету ну вот и наш прекрасный выпуск заканчивается на приятной ноте огромное спасибо всем кто досмотрел видео до конца ребят забывайте про подписку лайки комментарии вы меня этим очень поддерживаете и помогаете продвижение видео всем спасибо и до новых встреч